Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители нашего канала на YouTube. Сегодня в гостях в студии Радио Польша президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Глеб Олегович, добрый день. Добрый день. Глеб Олегович, первый вопрос относительно российской социологии. Вы не социолог, однако, возможно, вы сможете нам раскрыть картину относительно того, что рекордная поддержка президента сегодня наблюдается, и социологические опросы это подтверждают, при том, что, скажем, сложная экономическая ситуация в стране. Запад обвиняет Россию в аннексии Крыма, в поддержке конфликта в Украине, при этом санкции и так далее, все это влияет на эту всю картину. Как по вашему мнению, вот эти два фактора, как это объяснить? То есть, как бы россияне поддерживают политику президента, либо они считают его жертвой, либо как вы это можете объяснить? Во-первых, социология не дополняет, она просто показывает, если это реальная социология, она показывает, что какой поддержкой располагает действующая политическая коалиция. Есть такое понятие путинского большинства, которое в какой-то степени было рукотворным, искусственным, оно возникло не в силу любви к Путину, только в силу того, что Путин собрал заинтересованные социальные группы, мотивировал их и превратил в базу поддержки. Но это большинство оставляло определенный люфт 25-30% недовольных. И это было еще в начале этого года, еще в феврале этого года. Довольно устойчивая цифра, которая в марте рассеялась в этом виде. Где-то 20% перешло к Путину. Перешли. Это нельзя объяснять только Крымом. Это определенный кризис. Такой кризис, я бы сказал, экстатического доверия, припадок, я бы сказал, припадок доверия к человеку, где Крым был просто символом того, что он хочет действовать. И человек, как казалось, уже остановившийся, опять начал что-то делать для людей. Им понравилось возвращение Крыма. И они ждали дальнейшего. Но дальнейшего нет. А дальнейшего не может быть. То есть даже несмотря на экономическую ситуацию, возвращение Крыма для них это намного больше и намного важнее. Она еще не проявилась тогда в такой степени в экономической ситуации. Она стала ухудшаться заметным образом еще с прошлого года. Но люди у нас очень, я бы сказал, очень закаленные. Люди, которые пережили 90-е годы, это люди, которые не боятся такого какого-то падения, падения даже уровня жизни. Они боятся, что никому будут обратиться. Вот по поводу, кстати, 90-х годов. Сегодня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в своей статье программной по отношению к Украине он написал, что ВВП этой страны падает, что инфляция очень большая, около 20%, что Украине стоит готовиться и пережить вторые 90-е. По отношению к России, России стоит готовиться переживать вторые 90-е, по вашему мнению? Я не хотел бы обсуждать статью Медведева. Она меня, честно говоря, совсем не впечатляет. И я думаю, что вряд ли можно его считать экспертом по Украине даже. Я бы хотел, чтобы он был экспертом хотя бы по России, но боюсь, что и здесь это не получается. Несомненно, инфляция большая. Несомненно, она выйдет за 10% в следующем году. И мы к этому должны готовиться. Украина в очень тяжелом положении. Но бессмысленно нам обсуждать наши экономические дела, сравнивая их с теми, у кого они еще хуже. Можно сравнить, наверное, с Сомали, хотя недавно сомалиец, которому я сказал, очень обиделся, сказал, что в Москве, особенно вдали от центра, он чувствует себя значительно в меньшей безопасности, чем в Магадиш. Проблема рубля, которая могла бы в здоровой экономике стимулировать, каким-то образом стимулировать хотя бы наш экспорт, сегодня, прежде всего, символический крах системы. Но люди продолжают доверять. Как ни странно, еще в ноябре, когда уже наметилось падение рубля, стали расти рублевые вклады в банках. Это говорит о том, что мы такие, как говорят в России, тертые кавачи. Глеб Олегович, вот в одном из своих последних интервью вы сказали, что Россия переживает управленческий кризис. Если я могу там ошибаться. Мягко выражаясь, да. Недавно, на днях буквально, один из лидеров партии «Яблоко» Явлинский заявил, что необходимо поменять правительство и даже сделал прогноз, что это может быть Алексей Кудрин, экс-министр финансов. Уже Явлинский или «Яблоко», скажем так, делал определенные прогнозы, и они были правильными, если я имею в виду Евгения Примакова в 90-х годах. Как вы оцениваете этот сценарий? Возможно ли вот такие вот кардинальные изменения в правительстве сегодня? Этот вопрос предполагает, что у нас есть такой институт, как правительство, и тогда изменения в нем, конечно, имели бы значение. Но все, что происходило последние три года в верхах, в Кремле почти обнулило правительство как политический институт. И Кудрин это, в общем, хорошо знает. Он, наверное, согласился бы пойти в премьеры, если бы ему позволили создать правительство, которое, в отличие от правительства Медведева, было бы тем, чем оно должно быть по Конституции, то есть вершиной исполнительной власти. Сейчас правительство у нас мальчик для битья, и оно даже боится принимать решения. Там есть профессионалы, но это, если увеличить число профессионалов, вы просто только как бы свяжете им руки. Ну вот, например, если говорить уже о, опять же таки, возвращаться к экономической ситуации в России, то, учитывая санкции, и учитывая то, что Европа не собирается отменять санкции, одно из главных условий это возвращение Крыма, например, оно уже не будет выполняться, президент России в своем заявлении заявил о сакральности этого места, поэтому нельзя говорить о возвращении Крыма, санкции будут останутся, ситуация будет ухудшаться. Какие в этой ситуации возможны шаги дальнейшей власти российской, то есть что они будут предпринимать? Обвинять Запад всегда не удастся, то есть все равно какие-то внутренние, внутриполитические решения нужно будет принимать. Санкции не имели бы такого большого значения, если бы власти развернулись внутрь страны, к делам самой страны, и тогда и, собственно, поддерживать эти санкции их сторонникам на Западе было бы трудно. Наша проблема в том, что у всех связаны руки, у бизнеса, у мелких предпринимателей, у рабочих, у интеллектуалов, все находятся под каким-то бессмысленным контролем, который при этом все равно не является советским контролем тотальным. Он просто разрушительно действует на любую инициативу, и поэтому никто не может действовать. Сейчас правительству надо просто развязать руки стране, и тогда санкции, наверное, перестанут быть значимыми. Санкции — это просто как бы дополнительное наказание, которое скорее мы на себя возлагаем так называемыми антисанкциями, которые, во-первых, непродуктивные, и, во-вторых, просто, так сказать, я бы сказал, унизительные больше, чем санкции. Ну, а если говорить о... Опять же таки, вы говорите в своих заявлениях, вы говорите о том, что... В интервью вы говорите о том, что власть должна подготовить себе путь отхода, например. И как бы вот... Я, например, не могу представить президента Владимира Путина, как в роли Ельцина, который говорит, я устал, я ухожу. Вот. Каким образом власть в России может поменяться тогда? Уходить можно не только тогда, когда устал. И, собственно говоря, политика, которая, так сказать, устроена так, дожидается того, что лидер придет в полную негодность физически, во всяком случае, и только тогда его отпускает, это несчастная политика и несчастная страна. У Путина есть очень сильный ресурс и доверия, и реальные силы, и люди. Прежде всего, вот это, я бы сказал, социальный массив граждан страны, зависящих от бюджета. Это неправильно, что так устроена экономика, но эти люди есть, и они составляют действительно реальное большинство страны. Значит, надо сосредоточиться на этом приоритете, а не на желании или нежелании личном, потому что тогда возникнет действительно уже какая-то мрачная ситуация, то есть, одиночество и лидера, и потери контакта с реальностью. У Путина, я думаю, есть и ум, и воля для того, чтобы не уйти вообще, а подготовить переход на новую платформу политическую, экономическую. Просто он сам верит в то, что заложил основы будущего России. Значит, надо дать теперь России иметь это будущее, воспользоваться им. Спасибо большое, мы немножко ограничены во времени. Спасибо большое, Илья Полегович. Напомним, что гостем студии Радио Польша президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Спасибо большое. Спасибо.